Своё знакомство с Инсбруком мы решили начать с посещения Олимпийского лыжного трамплина Бергезель. Трамплин расположен в юго-центре с автомагистралью А12, по которой мы проезжали транзит мимо Инсбрука в направлении Зеефельта. В районе Бергезель она проходит по туннелю. У подножия комплекса достаточно большая автопарковка, рассчитанная на паркинг как ликовых автомобилей, так и экскурсионных автобусов. Стоимость паркинга для ликовых автомобилей 2 евро 60 центов за первые полтора часа. Каждые следующие полчаса по 70 евро центов. Но максимальная сумма парковки в период от 5 часов утра до 8 часов вечера 10,5 евро. Если вы решитесь посетить этот объект, советую не торопиться. Стоимость парковки достаточно умеренно, а посмотреть здесь есть на что. Поэтому перед въездом берем парковочный талон, паркуем авто и идем знакомиться с Олимпийским комплексом. От парковки к подножию трамплина туристы поднимаются пешком. Подъем незначительный и состоит как бы из трех уровней. На первом уровне посередине ухоженного сквера стоит памятник Андросу Хопферу, предводителю тирольского народного восстания в начале 19 века. Памятник сооружен в конце 19 века за средства, собранные патриотически настроенными тирольцами. На открытии памятника присутствовал последний австрийский император Франц Иосиф. В сквере вокруг памятника можно передохнуть, как перед подъемом к трамплину, так и после него. На втором уровне подъема находится смотровая площадка, в которой открываются панорамные виды на Инсбург. Пока еще бесплатно, потому что за подъем на Олимпийский трамплин надо будет заплатить. На этом уровне парка также находится колоритная часовня и памятник Францу Иосифу. Субтитры создавал DimaTorzok Чуть передохнув, мы продолжаем подъем к нашей цели, Олимпийскому трамплину Бергезет. Для подъема на смотровую площадку трамплина надо приобрести билеты. Взрослый стоит 9,5, а детский 4,5 евро. Стоят ли эти деньги посещение Олимпийского трамплина, вы сможете определиться сами, просмотрев до конца этот видеосюжет. Лично мое мнение, однозначно стоит. Если вы сможете позволить себе путешествие в направлении западной Австрии или юга Баварии, то я думаю 20-30 евро несущественно повлияет на плотность вашего кошелька. Автотур Первый туристический оператор, профессионально занимающийся организацией индивидуальных путешествий на собственном автомобиле по Европе. Все наши клиенты получают полный объем информации, благодаря которому их путешествие становится максимально комфортным и содержательным. Мы оказываем полный комплекс услуг при организации таких путешествий. От просчета маршрута и бронирования отелей, как в месте вашего отдыха, так и вдоль маршрута движения, консультации по прохождению пограничных терминалов и платных участков европейских дорог, до страхования, экипажа и автомобиля. Перечень отелей, гостиниц и апартаментов в нашей отельной базе очень широк. Все они ориентированы на прием автотуристов, а ценовая политика, конкурентно с ценами, которые вы сможете найти на соответствующих порталах, онлайн бронирование. Вся информация, которую мы предоставляем, основана на богатом опыте и профессиональной подготовке. Если вам повезет, то еще до подъема на фуникулере вас ожидает захватывающее зрелище. Но основная наша цель, это смотровая площадка на верхней точке трамплина. Поэтому мы садимся в уютную кабину фуникулера и не спеша поднимаемся на высоту 50 метров, где расположен нулевой этаж трамплина. Первый лыжный трамплин на этом месте был построен еще в начале 20 века, но его конструкция оказалась не совсем удачной, что привело к высокому проценту травматизма во время соревнований. Поэтому спустя 5 лет этот трамплин реконструировали и уже в 1933 году Бергизель принимал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Следующую реконструкцию трамплина провели к зимним Олимпийским играм 1964 года, столицей которых был город Инсбург. С нулевой площадки трамплина, откуда собственно и стартуют спортсмены, к верхней смотровой площадке можно подняться с помощью лифта. Она условно обозначена цифрой 3, а на втором условном этаже расположились кафе и панорамный ресторан с видом на Инсбург. В чашах, установленных внизу трамплина, трижды загорался Олимпийский огонь. В 1964 и в 1976 годах, во время проведения 9-х и соответственно 12-х зимних Олимпийских игр, столицей которых был город Инсбург. Правда в те годы трамплин выглядел немного иначе, а вот третий раз Олимпийский огонь здесь зажгли в 2012 году, во время проведения первых зимних юношеских Олимпийских игр. И трамплин уже выглядел так, как мы его видим сегодня. Третья и на данный момент последняя реконструкция Олимпийского комплекса была проведена в 2002 году и обошлась в 15 миллионов евро. Как видите, трамплин в Бергезе востребован не только зимой, а ежегодно в январе, в самый разгар горнолыжного туристического сезона, здесь проводят с один из этапов очень престижного турне четырех трамплинов. Олимпийская арена Инсбург в 2005 году здесь проходили матча чемпионата мира по хоккеисту. Еще несколько слов о турне четырех трамплинов. Эти соревнования проводятся начиная с 1952 года. Как правило, они проходят в новогодние праздники с 29 декабря по 6 января. В этих соревнованиях задействованы четыре трамплина. Два в Германии, Оберсдорф и Гармешпартенкиркен. И два австрийские, Бергезе и Бишофхофер. А все результаты, показанные в ходе этих соревнований, идут прыгунам в зачет Кубка мира. Безвизовый режим со странами Европы открыл для любителей индивидуальных путешествий, в том числе и для автотуристов, новое, истинно неограниченное возможность. И для того, чтобы разобраться во всех нюансах и подводных камнях, с которыми вы сможете столкнуться как в процессе подготовки путешествий, так и непосредственно во время его, мы разработали целый цикл тревел-мероприятий, разбитых по странам, сезонам, курортам и городам, основанных на личном опыте и профессиональной подготовке. Ознакомиться с тематикой и расписанием семинаров, а также с условиями регистрации, вы сможете на соответствующем разделе нашего сайта. Если есть желание узнать больше, как об автотуризме в целом, так и о путешествиях в основные туристические регионы Европы, посещайте нашу тревел-семинару. Напомните, что зимний отпуск лучше готовит летом, а летний, соответственно, зимой. Автотуг. Первый автомобильный туристичный оператор, это официально зарегистрированный наш торговый знак. Каждый год, зимой, летом и межсезонним мы накатываем десятки тысяч километров дорогами Европы для того, чтобы постоянно быть в тренде. Всем наезженным багажом, мы делимся с вами на страницах нашего сайта и на нашем канале YouTube. А вот индивидуальный просчет маршрута, подборы и бронирование отелей, требует определенных затрат. Да, мы не альтруисты, и работаем на коммерческой основе, но воспользовавшись нашими услугами, советами и рекомендациями, мы в любом случае существенно сэкономим. При разработке маршрута мы учитываем массу факторов, от пожеланий наших клиентов, до возрастного состава экипажа. Индивидуальное путешествие на своем автомобиле по Европе, это не дешевое развлечение, но мы поможем сделать ваше путешествие комфортно, содержательным и финансово сбалансированным. Компания Юг Автотур уже более 12 лет на туристическом рынке Украины. Мы работаем со всеми автотуристами из любого уголка нашей страны, так как наша основная задача – это популяризация международного автомобильного туризма. К тому же мы единственный туроператор, который оказывает услугу «Автотур-консьерж», информационное сопровождение наших туристов во время путешествия. Мы были первые и остаемся лучшими. Обращайтесь, и мы организуем путешествие, о котором вы мечтаете. Из кафе, совмещенного с рестораном, есть выход на небольшой балкончик, которого можно наблюдать за прыжками летающих лыжников. Согласитесь, завораживающее зрелище. Согласитесь, завораживающее зрелище. Но ничто не может продолжаться вечно, поэтому, получив массу впечатлений от Пан Рамы Инсбурга, его живописных окрестностей и летающих лыжников, мы возвращаемся на платформу фуникулера и спускаемся к подножью трамплина. Для полноты информации, надо сказать, что нам очень повезло с погодой. Но если во время вашего посещения Инсбурга будет низкая облачность и паспорт, это не повод отказываться от посещения трамплина Бергезея. В Альпах погода может меняться, как в калейдоскопе. Во время этого путешествия мы в этом неоднократно убеждались. Прощальный взгляд на олимпийский трамплин Бергезея и уже знакомым маршрутом спускаемся к месту парковки нашего автомобиля. Рассчитываемся за паркинг. Схема стандартная. Талон взятый при въезде вставляем в расчетный терминал. На световом табло терминала высвечивается сумма. Рассчитываемся. Забираем сдачу и талон. При выезде сканируем талон на сканере шлагбаун. Шлагбаун открывается. И мы держим курс в направлении центра Инсбурга. Современное здание справа по ходу движения это Краеведческий музей. Здесь же находится и остановка экскурсионного автобуса, курсирующего по Инсбургу, посредством которого обычный турист может сюда добраться. Ну а я снимаю навигатор, чтобы не раздражал. И по указателям иду в направлении центра города. В следующих видеосюжетах я познакомлю вас с центром Инсбурга. Мы прогуляемся центральной пешеходной улицей Марии Терезии. Выйдем на набережную горной речки Инн. И традиционно поколесим по центру на своем автомобиле. Во время экскурса по городу на авто вы убедитесь, что найти крытый паркинг в центре Инсбурга не составляет особых проблем. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео и путешествуйте на своем авто по Европе.